Добрый вечер, уважаемые телезрители. На канале Россия 24, программа «Тема дня». Сегодня в студии государственного телевидения Наталья Гурьева, директор Департамента повышения качества жизни населения. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Сегодня несколько информационных поводов для того, чтобы пригласить специалиста вашего ведомства к нам в эфир. В первую очередь, сегодня стартовал чемпионат Обилимпикс. Это конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день сколько человек на территории Ульяновской области принимает в нем участие и сколько направлений, сколько компетенций? Да, действительно, сегодня большое событие в нашем регионе. Это чемпионат Обилимпикс. Это очень хороший и правильный чемпионат для конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Это международное движение, охватывает широкий спектр деятельности по поддержке трудоустройства людей с инвалидностью, включающей в себя проведение международных соревнований по профессиональному мастерству среди инвалидов, проходящие по Олимпийской системе. И Россия присоединилась к этому международному движению в 2014 году. Ульяновская область в 2016 году. И уже в 2016 году наш земляк Пономаренко Василий представлял нашу Ульяновскую область во Франции в рамках этого чемпионата. То есть он выиграл областной этап, потом всероссийский и вышел на международный уровень. Да, абсолютно верно. Главной целью этого чемпионата, конечно, является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью. А сегодня культура инклюзии начинает... Такая новая сильная культура уже профессиональная. Если в начале нашего пути в этом чемпионате у нас было всего 6 компетенций, то на сегодняшний день это 14 компетенций. Это три категории участников. Это школьники, студенты и уже категории специалисты. 14 компетенций. А какие назовите, например? Например, это ландшафтный дизайн, это веб-дизайн, массажисты, поварское дело, предпринимательство. То есть такие современные и актуальные и важные профессии представляют люди с инвалидностью. Я в своем сегодняшнем выступлении сказала, и они сегодня показали уже то, что для них нет ничего невозможного. Они показывают такие результаты, такое профессиональное мастерство, которому могут позавидовать люди без каких-либо ограничений. Да, сегодня была выставка изделий, которые сделаны их руками. И, конечно, тут не скажешь, что это люди с ограниченными возможностями здоровья. Но я веду к тому, что, значит, в Ульяновской области созданы условия для того, чтобы люди получали профессию и проходили реабилитацию. На самом деле, действительно, в Ульяновской области работа с инвалидами, причем начиная с детского возраста, ведется очень активно. И сегодня я бы хотела рассказать о том новом проекте, который начал свою реализацию в нашем регионе в 2018 году. Совсем недавно. Совсем недавно, да. Я просто отмечу, что в Ульяновской области 4,5 тысячи детей, которым установлено инвалидность, и 3,5 тысячи ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют ограничения по здоровью. И всего 6 центров, которые оказывают реабилитационные услуги этой категории ребят. Мало. Мало. Поэтому, учитывая высокую нагрузку, которая приходится на учреждение, учитывая то, что очередность возникает при получении реабилитационных услуг, при совместных встречах губернатора с родительской общественностью, губернатор принял решение открыть в каждом муниципальном образовании микро-реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Это было год назад, да? Весь 2018 год мы готовились к этому. Все началось с того, что некоммерческая организация «Солнце для всех», многим известная в нашем регионе организация, выиграла президентский град в размере 3 миллионов рублей и открыли первых три микро-реабилитационных центра в районах нашего региона. После этого эстафету взяли мы, и теперь уже открыто 16 центров в нашем регионе. В этом году мы планируем еще 10 центров открыть. А что это за центры? Расскажите о них подробнее, пожалуйста. Это реабилитационные центры, которые оснащены необходимым оборудованием для того, чтобы обеспечить непрерывность реабилитационного процесса. То есть, если детки прошли реабилитацию в крупном центре, либо лечение прошли, затем у них есть возможность вернуться домой и уже рядом с домом проводить реабилитационные процедуры. Курс реабилитации может длиться от 18 дней до 4 месяцев. При этом это все рядом с домом. Две основных цели мы преследовали в реализации этого проекта – это приближенность к месту проживания ребенка и непрерывность реабилитационного процесса. Данный проект нам эти две цели позволил реализовать. Вы сказали 16 пунктов? Да, 16 центров. У нас таких открывается 10, откроем еще в этом году. Здесь этот проект можно назвать совместный федеральный, региональный и муниципальный. Если федеральные субсидии нам приходят на реализацию этого проекта, плюс региональные средства и помещения, которые предоставляют муниципалитеты, полностью готовые для того, чтобы этот центр начал функционировать. Также перед муниципалитетами стоит задача обеспечить благоустройство территории, прилегающей к центру, создать мини-парк, мини-зону, обеспечить доступность к этому центру жителей муниципального образования. Скажите, пожалуйста, но, наверное, этих центров недостаточно, потому что, если, допустим, в райцентре он имеется, то все-таки из села до него нужно добраться. Предусматривается ли какой-нибудь транспорт для этого? Абсолютно верно, предусматривается. И в этом году уже будет закуплено первых пять автомобилей, которые идут в муниципальное образование, специальных автомобилей, как раз для того, чтобы детей из отдаленных населенных пунктов можно было привезти в районный центр для прохождения реабилитации. И этот процесс будет дальше 19-й, 20-й год, 21-й, то есть все районы будут у нас обеспечены автотранспортом. Завтра в Ульяновской области состоится награждение лучших семей. Это такой конкурс, победители которого уже определены. Но мой вопрос о том, что этот конкурс, он, по сути дела, дает старт месячнику под названием «Все начинается с семьи», который завершится 12 июня. И само собой, что до 12 июня одно из центральных событий – это 1 июня, День защиты детей. В этот день вы проводите специальную акцию – Парад ангелов. О чем он? Действительно, восьмой год подряд в нашем регионе будет проходить наш замечательный, добрый и светлый праздник – Парад ангелов. Это мероприятие для детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы проведем это мероприятие в парке «Молодежный». У нас придумана новая площадка. Выбрана не случайно, потому что в этом году у нас год театра, и в этом году наше все мероприятие пройдет в стиле централизованного представления, где дети будут сами участниками. Мы взяли за основу сказки Пушкина о царе Салтане, Лукоморье, Руслане Людмиле. То есть у нас будут сказочные персонажи, которые будут проводить с детьми различные тематические площадки. Также в рамках этого парада у нас впервые пройдет награждение такой специальной премии, которой в этом году впервые утверждена Всероссийская организация родителей детей-инвалидов в Орди. И премия «Родительское спасибо». От нашего региона были представлены лауреаты как на федеральный уровень, так и регионального уровня. И вот лауреаты регионального уровня будут награждены также в рамках парада «Ангелов» 1 июня. У нас 14 лауреатов, которым родители скажут свое родительское спасибо. Номинировались на эту премию люди разных профессий, разных видов деятельности. Те, кто так или иначе помогают, участвуют, работают или же занимаются с детьми с инвалидностью. Такая добрая, я думаю, правильная традиция у нас также стартует 1 июня. Я напоминаю телезрителям, что сегодня у нас в студии была директор департамента повышения качества жизни населения Наталья Сергеевна Гуева. Спасибо за внимание и до свидания.